МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ему выправили документы, и китаец стал краснодарцем. Завтра он окажется в вашей тарелке под видом свежесорванного. Как отличить нитратного шпиона? Великий овощной путь. В проекте Алексея Егорова выход есть. Китай. Редкие кадры. Поставщик местных овощей открыто демонстрирует свои бескрайние плантации. Ты видишь, то 40 километров, а не все растет огурцы. Но все о России, о России. 40 километров теплиц, и все для России. Будьте уверены, вы наверняка хоть раз ели его огурцы. Поэтому уж очень хочется выяснить, о какой химии поливают. Правда, слово химия китайский производитель не использует. Говорит, лекарство. Лекарство. Спрашиваем, от чего лекарство? Чтобы там вот такое... Чему я? А, червя. Да, червя не кушают. Итак, перец и огурцы лечат от червей, а с кем воюют на капусте? Тараган, да. Чтобы тараган, да кушать. Эта съемка тоже сделана в Китае, правда, экологами из Гринписа. Здесь тоже местные производители говорят про лекарства. Мы в основном используем инсектициды и фунгициды. Бай, Джай, Квин и еще много разных других. От этой химии дохнут, мы же эти огурцы едим. При этом путь огурца от грядки в Китае до овощной палатки в Москве занимает целых 45 дней. За это время нормальный огурец скрючится, а этот живет и даже спустя полтора месяца выглядит как свежий. Итак, проследим великий овощной путь. Сначала огурцы едут морем, в контейнерах с температурой около 13 градусов. В Россию они въезжают через порт Геленджика или Новороссийска. Здесь, в порту, их ожидает встреча с Рослегхознадзором, а значит осмотр и вынужденная стоянка на жаре. Секрет долголетия – вещество дефинил. Как он действует? По сути, это аэрозоль, который убивает грибки. Им обрабатывают овощи и фрукты до упаковки. Им же обрабатывают саму упаковку. Можно долго спорить, опасен дефинил или нет, но в США он запрещен, в Европе запрещен, он и в России запрещен. Но и эта бомба возить из-за границы овощи и фрукты, обработанные дефинилом, можно. Нечто подобное переживают и бананы. С дерева их срывают зелеными, также везут морем. Дозревают бананы в России в газовой камере, точнее в смеси азота и яйцелена. Успокаивает только то, что и эта гремучая смесь не из числа запрещенных. Впрочем, отличить недозрелый банан можно. Ярко выраженные продольные грани, а ниже ребра – верный признак газовой атаки. Нормально вызревший банан имеет почти круглое сечение. Но вернемся на Великий овощной путь. В порту Геленджика или Новороссийска эксперты проверяют овощи и фрукты на все, кроме дефинила. Впрочем, гадостей и без него хватает. При досмотре был обнаружен карантинный объект – Срезиновская плодовая муха. Приплывшие фрукты и овощи все их пакетах из спорта отправляют в лабораторию. Там их помещают в блендер, взвешивают, трясут, поджигают, доводят до кипения. Так в борьбе с пестицидами аналитики приходят к предсказуемому выводу. Превышение максимально допустимого уровня пестицидов отмечено больше в образцах импортной продукции. Если анализ на вредные вещества ничего криминального не показал, фрукты и овощи пересаживают на колеса. Одни едут быстро и с комфортом, другие – без. Фруктово-овощное турне прекращается на крупных базах. Здесь импортом закупаются и бабушки, зелень у которых мы почему-то считаем нашей родной деревенской. Сюда же приезжают фуры из супермаркетов. Здесь представлена продукция практически со всех уголков мира. Его нельзя назвать серым кардиналом бизнеса, но Андрей Потапов занимается поставками овощей уже 20 лет. Работает и с Турцией, и с Россией. Разницу знают. Сегодня он впервые раскрывает главную овощную тайну. Как импортные, покрытые дифенилом овощи, вдруг меняют гражданство и становятся экологически чистыми российскими. В принципе, особо много усилий-то не надо. Для этого нужно уничтожить оригинальную упаковку, в которую поступает товар на рынок. Для этого нужно перекинуть его в другую, скажем, упаковку. Русифицируют помидоры и огурцы, как правило, торговцы с Востока. Хорошо, сэр. Договорились. Спасибо, дабы. Желаю угодить покупателю. Все, что наше и выращено у нас на земле, естественно, она будет хорошая только по одной же простой причине. Потому что транспортировка, скажем, от поля до магазина или до склада составляет, ну, давайте так, сутки, ну, полутора суток. Если такую капусту привезти из Израиля, пройдет как минимум, ну, недели две-три. Для того, чтобы ее сохранить, естественно, ее будут обрабатывать всякими непонятными химическими веществами. От перемены места рождения меняется сумма дохода, ведь наши родимые овощи на рынке дороже. Итак, меняем свидетельство о рождении, по сути, это подделка документов, и картошка из жаркого Египта становится отечественной и крестьянской. Обо всех этих махинациях, как никто, знают водители-дальнобойщики, которые и развозят овощи и фрукты по всей стране. Везут им картошку турецкую и подворонечку ее вводят. Может, на ней и не написано, но выявить египетских и турецких шпионов можно. Наши огурцы, они всегда традиционно идут с цветочком. Вот посмотрите, возьмите огурец, вы видите, он весь в пупырушку, он кривой, он неказистый. Вот турецкий огурец, гладкий, без цветочков, без прочего украшательства. Итак, на огурцах обращайте внимание на цветочки, а у помидоров смотрите на ножки. Там, где есть зеленая плодоножка, даже можете не думать и не сомневаться, это помидор производства Турции. Если сзади посмотреть, это, да, это наш родной, любимый отечественный помидор. Ну что же, кое-что вы уже знаете. Сегодня в программе мы расскажем, как отличить импортную картошку от отечественной. Повнимательнее покопаемся в овощной химии и дадим советы тем, кто хочет есть безопасные и полезные овощи и фрукты. Раньше таких помидоров не выращивали. Посмотрите, как он отскакивает. А ведь это стало настоящим журналистским штампом. Сколько раз в программах об овощах и фруктах вам демонстрировали этот прием. Помидор, купленный в обычном магазине, отскакивает от теннисной ракетки, словно мячик. А ведь это не пластмасса, не резина и не папье-маше. Так что же делают с нашими овощами и фруктами, что они теряют свои натуральные свойства? И сегодня у нас в студии настоящий русский фермер. Причем тот самый фермер, который своими овощами и фруктами кормил и Путина, и Медведева. Правильно? Был такое? Андрей Даниленко. Андрей, как вы думаете, вот сколько пролежит такой помидор на прилавке, прежде чем загниет? Он может очень долго пролежать. Месяц? Ну, не знаю, но недели две-три он, наверное, пролежит. Это же потребность в первую очередь в том, чтобы было хорошее хранение. Как вы думаете, где сейчас выращивают помидоры? То есть смогут быть у нас на прилавках отечественные помидоры? Ну, самый крупный поставщик – это Турция сейчас. Турция, да? Да, ну, Турция – это основной. Израиль, может быть, может быть, и Китай. Хорошо. А вот, например, картошка, которая сейчас лежит в супермаркете, картошка откуда? Ну, в первую очередь, это Голландия, это, может быть, Египет, это, может быть, Израиль. Но не наша отечественная картошка. Ну, мы себя обеспечиваем, но, к сожалению, не полностью. Свекла. Это откуда-то с Европы, хотя это может быть и российская. Так. Ну, ананас. Ну, понятно. Это понятно. Это Азия, Африка. Азия, Африка. Давайте. Это предсказуемая вещь. Но, говорят, петрушку и ту теперь завозят из-за границы. Ну, это, кстати, наш родной Китай. Близлежащий. Петрушка из Китая. Да, и может и такое быть. Капуста. Капусту мы в большом объеме сами выращиваем, но тоже с Европой, может быть. Давайте капусту кладем на карту Российской Федерации. Лук репчатый. Европа нам завозит. Лук завозит нам Европу? Европа завозит. Не на самом деле? Да, да, Европа завозит нам лук. Удивили. Морковка-то хоть своя? Израиль очень крупный производитель моркови и поставщик. Могут из Северной Африки. Морковку из Африки. Могут и из Египта привезти. Вот смотрите, мы снимали эпизод доставку огурцов из Китая. Вот что удивило? Вот этот огурец едет транспортом, морским транспортом 45 дней. Ну, при транспортировке, в зависимости от продукта, используются специальные газы для того, чтобы притормозить процесс... Окисления. Окисления. Гниения. Гниения. И, соответственно, увеличивается срок хранения. А потом уже специальным газом, когда они прибывают на конечную точку, они в специальных газовых камерах доводятся до состояния уже необходимых. Помидоры, которые быстро портятся, то же самое эта система используется. Мы ориентируемся на продукт по его раскрасу, по тому, как он внешне выглядит. Поэтому маркетинговый ход заключается в том, чтобы делать продукт максимально привлекательным для нас. Но мы не понимаем, что вот продукт, вот этот помидор, который может быть менее привлекательным по форме, скорее всего, более натуральный. А вот из всего этого многообразия овощей, тут мы не выложили еще бананы, цветную капусту. Поэтому, как вы думаете, есть какие-то группы овощей, фруктов, которые, ну, откровенно напичканы химией больше, чем все остальные? Ну, вот для меня бананы – это самый худший продукт с точки зрения вероятности, что это свежее. Ну, то есть, жил бы я, допустим, в Южной Калифорнии, я бы с удовольствием покупал бананы. В центре Москвы покупать бананы, ну, я имею малую уверенность в том, что это продукт, не напичканный. А что еще из этих овощей? А наиболее натуральные из всех я бы для себя выбирал бы – это та же картошка, это та же морковь, это лук. Для себя поставили бы. Негативная? Негативная. Ну, если речь идет о негативном, то, конечно же, это в первую очередь такие фрукты, как, например, тот же виноград. Не будете есть? Вряд ли. А яблоки, например, с огромным удовольствием, если я вижу, что они действительно такие… Такие яблоки тоже из Китая. Не, ну, у нас много и российских пока еще осталось. У нас осталось еще Молдавия, у нас Россия, Кавказ еще. Так что яблоки мы пока еще выращиваем. Чем питается сам Андрей Даниленко, человек, который знает истинный состав овощей и фруктов, об этом мы и расскажем в нашем сюжете. Посмотрим, что у меня в холодильнике. В его холодильнике только натурпродукт, простокваша, творог и все это со своей фермы. Более того, тут у него даже сыры самодельные. Есть и обычная брынза, и изысканная моцарелла. Я считаю, что сыры – очень полезный продукт, он очень хорошо, легко усваивается организмом. Знаменитый русский фермер – это его телята. Сосали молоко из рук первых лиц. Между тем, сам Андрей Даниленко родился в Америке. Но Россия манила его, и не только березами, еще и картошкой, капустой. Теперь окончательно обрусевший фермер в продуктах всему западному предпочитает российское. Когда появились вот эти вот всякие йогурты, фруктовые смеси, я вначале этим увлекся, но потом понял, что я люблю больше всего родной кефир, ряженка. В его холодильнике нет ни колбасы, ни сосисок, зато форель и тунец ждут своего часа. Если есть у меня желание вечером покушать перед сном, но хочется чего-то легкого, то рыба – это самый оптимальный вариант. Плюс свежая зелень, лук, укроп, петрушка в этом доме – ежедневные гости. Зелень всегда стараюсь, чтобы была своя, то есть это все со своего огорода. А сейчас, внимание, один из самых любимых отделов холодильника. А здесь мы храним овощи. Тут и маленькие хрустящие огурцы из солнечного Азербайджана. Чем меньше огурцы, тем больше концентрированы в них витамины. И сахарные помидоры из Средней Азии. В Подмосковье такие не растут. Я считаю, что грунтовые помидоры – это самые вкусные. А еще помидорчики черри, перец, лук и обязательно чеснок. Мы все знаем, если простудился или заболел, или хочешь предотвратить простуду и болезнь чеснок, конечно, это фантастический продукт. Лето в России короткое, поэтому хорошие овощи фермер впрок морозит. Самый надежный способ сохранения всех полезных качеств – овощей, фруктов – это заморозка. Обратите внимание, не консервирующая химия спасает овощи у знающих людей, а холод. В морозилке ждут зимы морковь, баклажан и даже перец. Тут же грибы, ягоды, клубника, черника и клюква. Эту клюкву я знаю, где мы собирали, я знаю, что она абсолютно свежая. Я уверен, что это очень богатое различными витаминами ягоды. Да что в холодильнике тут на кухне везде овощи, только теперь в виде закуски. Соление всегда у меня на столе есть, но, естественно, я даже не представляю, как водочку без соления или наоборот, соление как без водочки. Даниленко, если закусывают, то соленым огурцом, а если запивает, то домашним компотом, а не покупным соком. Большая часть соков пакетированных, они, конечно, делаются с различными добавками вкусовыми, концентратами различными. На кухне у фермера много картофеля. Именно с него в 90-х Андрей начал свой фермерский бизнес. Какой же вообще дом российский без картошки? Это наша, здесь сами выращиваем. Выходит на столе этого сельскохозяйственного эксперта. Картофели российские, яблоки российские, из иностранного только мандарины, но и те афхазские. Манго, бананы, ананасы не покупаю вообще. Я считаю так, если ты живешь там, где это растет, то это твой естественный продукт. Перед нами импровизированный вариант прилавка. Держите за эту железку. Три, четыре. Здесь те самые овощи, фрукты, то, что лежит на наших прилавках. Меня просьба такая. Вот научите выбирать то, что стоит купить, а что покупать лучше бы не надо было бы. Огурцы. Я считаю, что чем меньше они будут по размеру, тем больше шансов, что за счет длительного хранения они сохранили свои натуральные качества. Картошка вот эта, как вы думаете, она? Ну, это однозначно импортная картошка. Во-первых, по времени года это очевидно импортная. Может, у нас же не долежало бы, у нас крестьян лежит. Ну, после энного количества времени, ну, весной уже она бы по-другому бы выглядела. Яблоки. Вот эти вот красивые, светящиеся, особенно часто парафином натертые, я бы никогда в жизни не купил. А вот такие, ну, скажем так, менее козистые, с определенными изъянами, вот. Ну, а самое главное, имеющие определенный запах, ну, скажем так, более натуральный. Вот просто почувствуйте разницу. Вот это, и вот это хоть пахнет яблоком. Ну, скажите, а вообще вот все, что лежит на этом прилавке, все выращено с использованием химии? Ну, практически, да, скорее всего, однозначно все выращено с одним или другим уровнем применения химии. Где-то больше, где-то меньше. Итак, давайте сейчас пригласим в студию человека Сергей Лупехин, человек, который имеет непосредственное отношение к выращиванию всего того, что мы называем отечественным. Давайте начнем, вот приведем такой простой пример. Входите сюда, Сергей, вставайте. Вот мешок картошки, да? Для того, чтобы вырастить, вот, 50 килограммов картошки. Сколько, какой химии надо применить вот в нашей реальной, в нашей России? Чтобы вырастить качественный картофель, без удобрений, без средств защиты растений не обойтись. Не обойтись точно? Себестоимость очень высокая. Вот я хочу просто обратить внимание, вот смотрите, да? Вот внешне декоративно красиво, это не декоративно, не красиво. Открываем одинаково чистый продукт внутри. То есть, соответственно, мы покупаемся вот на это. А едим вот это. А по сути, едим то, что внутри. Соответственно, мы отказываемся от этого более натурального, покупаем более красивое существенно дороже, существенно дороже. Так, Сергей, давайте сейчас вернемся к нашей задаче с картошками. Какие виды удобрений мы используем для того, чтобы вырастить мешок? Здесь их достаточно много, но, чтобы вы четко себе понимали, количество пестицидов, допустим, на мешок картофеля, это примерно два кусочка сахара. То есть на мешок картошки нужно где-то вот такое количество пестицидов, да? Да, да, примерно так, да. Я был, например, на границе с Китаем и видел поля, которые обрабатывают китайцы. Слушай, не знаю, чем они их обрабатывают, но такое ощущение, что больше это поле не будет давать урожай никогда. Ну, вот такое сухое, там, земля, как камень. Так что же самое страшное в удобрениях, какие там бывают добавки, об этом мы расскажем в нашем сюжете. Нитраты, пестициды, гербициды от одних слов становятся страшно. И в первую очередь не человеку, а микробам. Посмотрите, оно какое, как говорится, не надкусанное никем, не гниет, понимаете? А то, что микробы не кушают, они же тоже не дураки микробы. Эти красивые яблоки ни микробы, ни черви добровольно не едят. А вот их собратьям, дождевым червям, повезло меньше. Именно на них ученые исследуют предельные концентрации химикатов. Вот на этом тестовом виде, значит, мы исследуем токсичность пестицидов. Это тот случай, когда убивает одна лишняя капля. Из десяти червей выжили и нормально себя чувствуют только два. Черви погибают, а что же станет с человеком? Ряд пестицидов могут быть канцерогенами, могут приводить к мутациям организмов. Так что же такое нитраты и с чем их едят? Начнем с простого. Нитраты для растения – вещь просто необходимая. Запомните, растений без нитратов не бывает. Вопрос лишь в том, сколько их. Нитраты и нитриты в организме человека превращаются в нитрозамины. Нитрозамины – это канцерогены. Даже в небольших количествах повышают вероятность возникновения онкологических заболеваний. Чтобы получить нитратное отравление, достаточно съесть ранний арбуз. Чтобы арбузы зрели быстрее, их и перекармливают нитраты, содержащие селитрой. Прямо в мешки селитрой. Признаки отравления – головная боль, тошнота, диарея, удушье. Хороший арбуз без нитратов сейчас купить очень трудно. Опасная концентрация. В два раза норму превышен. Итак, учимся отличать растения, перекормленные нитратами. Первое – зелень. Чем крупнее и зеленее лист, тем больше содержания в ней нитратов. Второе – помидоры. В зрелом плоде нитратов меньше. Эти томаты выглядят недозревшими, и поэтому вероятность того, что здесь содержание нитратов выше, намного больше. Чем тоньше кожура помидора, тем меньше ему пришлось питаться химикатами. Если томат держит удар, как Майк Тайсон, это не делает ему чести. Вот помидор, как резиновый теннисный мячик. Можно играть в теннис. А еще объевшиеся нитратами овощи плачут. В прямом смысле этого слова. Мы отрежем тонкий ломтик от огурца. Тонкий ломтик. Вот видно, как на поверхности прямо слой растительного сока, в котором, собственно, и содержится нитрат. Я провожу по ладошке, у меня ладошка становится мокрой. Также стоит помнить, что размер имеет значение. Химия из гигантов так и прет. Бывают, правда, и селекционные достижения, но это редкость. В отличие от нитратов, пестициды на глазок не определишь. Их выявляют в лаборатории. Погружаем электроды в исследовательный раствор. Большинство неизвестных химикатов приезжают к нам из-за границы. Там сульфат амония и серный цвет. У нас допуски остаточных веществ того или иного пестициды в готовой продукции раз в пять меньше. Очень жестко. Когда им показывают, что там они говорят, это просто невыполнимо. В России 80% фруктов и 70% овощей импортные. Из них проверяют на безопасность максимум 3% из всего того многообразия, что мы едим. Мы не ставим задачу тотальную сделать проверку. Почему? Это дорогостоящие мероприятия. Китай. Чтобы прокормить большого соседа Россию, китайские хозяйства выращивают по несколько урожаев за сезон. А вот чтобы чудо-овощи и фрукты росли быстрее, растения поют и кормят на убой. Там, где на гектар надо класть 100 килограмм, они кладут 300. Соответственно, у них хороший рост, хорошее созревание. Но сам по себе фрукты или овощи отравлены. Многие пестициды, которые еще несколько лет назад считались прорывом сельхозтехнологий, сейчас запрещены. Оказывается, они могут вызывать рак, мутации и даже уродства. За мою жизнь сменились несколько поколений ядохимикатов. Еще лет 7 назад на наших дачных участках главный весенний препарат, ядохимикат, это был нитрофен. Такой универсальный препарат, и садоводы его очень любили. И вот лет 7 назад выяснилось, что это сильнейший канцероген, его категорически запретили. Но выход все-таки есть, ведь и от нитратов, и от пестицидов можно избавиться. Итак, картошка. Вот, допустим, в ней нитраты. Как защитить себя от этих нитратов картошки? Где могут содержаться нитраты в большом количестве? В ростковой зоне, то есть сверху. И когда мы отвариваем картошку, то нитраты тоже выходят в воду и тоже уменьшают количество нитратов самой картошки. Вот вы лично и вы лично картошку в гумбире едите? Очень люблю, особенно молодую, потому что от молодой картошки, где нет так называемых коротких ветвийских углеводов, меньше толстеют. А для меня эта проблема очень актуальна. А вот смотрите, значит, наступает весна, да, пошла первая зелень, то, что называется первоцветами. И вот мы начинаем закармливать своих детей, там, витамины, ешьте витамины. Вот как вы думаете, это выращенное у нас где, в теплице или? Вы знаете, я думаю, что нет. Это выращено где-то, ну, в южных... В Египетистан, да. Да, южные вот эти республики. Где принято кал животных, фекалию, закапывать в почву, потому что на минеральные удобрения, которые можно строго дозировать по норме, у них нет денег. Поэтому все, что производят их огромные семьи, есть 12-15 человек, это все закапывается в землю. То есть выходить... Самая главная ошибка, когда стоит бабулька, милая-милая, в платочке, узбекская или там грузинская, или чеченская, не важно, чеченская это стоит. И говорит он, это все выращено на своем, на собственном. Там типа вот у меня козочка, вот она какает, и вот это все мы запахиваем. Она права. А она права в этом. И что это экологически чисто? Это экологически грязно, потому что, во-первых, вы получаете все, что в кишечнике жило у этой козочки. Все яйца глистов, которые отмыты до конца невозможны. Экзотические бактерии типа сальмонеллы или возвратного тифа. Мы с этим согласны? Да, и вы согласны. Возвратный тиф, который лютует в Средней Азии. То есть вы, недостаточно промыв эту зелью, просто промыв обычно, вы получаете мощный заряд инфекции. Давайте вернемся к нитратам. Вот, например, корчан капусты. Я разрезаю, да? И вот дети у меня, например, любят с удовольствием едят кочерыжку. Правильно я делаю, когда даю им кочерыжку? Или здесь тоже максимальная концентрация нитрата? Лучше не надо, там наиболее высокая концентрация нитрата, кочерыжки. Не надо? Это же почка в зону роста. То есть вот так она... Вот это вырезать кочерыжку и лучше ее не надо давать. Вот это в мусор. Да, лучше в мусор. Вот эти ягоды, они не накапливают нитратов. Да, потому что есть два типа растения. Вот, говоря физиологии. Одни отсекают избыточной минеральной соли на уровне корневого волоска. Там, где происходит всасывание воды и питательных веществ из почек. Ну, типа клубники, да, такое? Да. То есть если клубнику закормить нитратами, она скорее само растение умрет. Ну, вот корневые волоски, если мы сейчас отмоем в этой же воде, я думаю, что мы здесь картошку варить не будем. То что мы там видим? Вот эти самые тонкие, которые мы даже еле различимы, корневые волоски, вот тут и происходит, тут и есть барьер. А, то есть лишние нитраты, она... Лишние нитраты, да, она просто не возникает. Яблоня, груша, малина, все, что вот... Вот эти ягоды все. Культуры, они не могут накопить нитраты по определению. Что делать? Я считаю, что самый опасный в этом смысле тыквенный. Потому что вот что жирует всегда... Почему тыкву сажают на компостных кучах? Вот что всасывает в себя все, что кладется в компостную кучу. А это далеко не в листе. Подождите, то есть вы считаете, тыкву лучше не есть? Тыкву на Хэллоуин лучше использовать. Хорошо. Огурцы берут в огромной степени... Все, что растут быстро. Салат, капуста, зеленые овощи, огурцы. Дайте, пожалуйста, веку. Да? Все это, все, что растет быстро, накапливает в себе огромное количество нитратов. Дешевые дают. А вот дайте мне еще вот такой совет. Знаете, говоря, что если покупаешь яблоко, а в яблоке живет червячок, не вообще в любые продукты. Ну, живое. Червячок – это первый признак качества. А это или нет. Для меня, как для человека, имеющего яблоке происхождение, признак дикошерности, потому что насекомые запрещены к употреблению их пищи. Так, а для тех, кто у нас не интересуется дикошерными темами, согласны, что наличие червячка и червоточины – это не в каждом яблоке, а вообще в парке. Это признак чего-то... Ну, вообще в каждой партии есть свой червячок, а это как случаются даже кроты и крысы. Скажите, пожалуйста, то есть все-таки... Нет, это не показатель. Червоточинка и червячок, когда говорят, что червь в химию не полезет. А почему? Ну, он тоже разбирается. Нет, это значит, между всего, то, что яблоки не обработаны полимерным составом, потому что очень многие яблоки обрабатывают совершенно безвредным составом, чтобы не испарялось... Снаружи. Снаружи. Так, и помимо всего прочего, есть еще чем нас пугает. Следующий пункт – это генно-модифицированные продукты. Что это такое и действительно ли они так опасны? Сейчас мы расскажем. Эта фотография облетела весь мир. Два крысенка – один маленький, а другой взрослый. Сразу и не подумаешь, что они братья. Неужели злая шутка генетики? Отнюдь это шутка генетиков. Именно они кормили одного по старинке, а второго – геномодифицированной соей. Это генно-инженерная химера, которую невозможно получить обычными способами. Он отличается от немодифицированного, абсолютно непредсказуемого состава. Заменять гены ученые начали для улучшения сортов. Даже термин ввели – ГМО. Генетически модифицированный организм. Никто и подумать не мог, до чего дойдет прогресс. Теперь производить ГМО выгоднее, чем выращивать натуральный продукт. Модифицированные картошка, морковка и огурцы – большие, ровные и живут дольше. Устойчивый к колорадскому жуку картофель. Да, безусловно, колорадский жук, как только начнет его есть, тут же и погибнет. А что станет с человеком? Однозначного ответа пока не существует. Ну вот она, география зон ГМО. В США, Канаде, Бразилии, Аргентине, в Китае выращивают весь мировой запас геномодифицированных продуктов. Зато Швейцария, Австрия, Франция, Германия, Греция и Польша подчистую освободили себя от ГМО-культур. Мы добавляли к корму наших крыс вот эту генетическую терминацию. Наша задача была посмотреть, что происходит с животными. И самое главное, нас интересовало, что происходит с потомством. За этот эксперимент Ирина Ермакова поплатилась местом в научном институте. О результатах опытов ее настоятельно попросили молчать. Более 50% крысят в первом же поколении умирали, а выжившие не дали потомства. Не дорозите крысят, высокая смертность и бесплодие. Вот что мы обнаружили. Сенсационное заявление. ГМО приводит к бесплодию. Но можно ли одним экспериментом перечеркнуть прогресс? В итоге Россия пошла на компромисс. Выращивать на продажу геномодифицированные культуры нельзя. Но возить из-за границы можно. У нас разрешена продажа 16 сортов модифицированных продуктов. Это несколько видов сои, картофеля, сахарной свеклы, кукурузы и даже риса. В основном продукции импортного производства. Примерно 60% содержат трансгенные выставки. Это абсолютно точно. И примерно от 30 до 40% продукции вообще не маркируется. Это по данным Роспотребнадзора. В Подмосковье испытательная лаборатория. Это здесь должны проводить анализы продуктов на содержание ГМО. Должны. А как на самом деле? Мы можем проводить в достаточно больших масштабах исследования продукции на содержание геномодифицированных источников. Но, тем не менее, заказов от производителей и торговых компаний, сложившихся в последнее время, не наблюдается. По закону вся ответственность лежит на производителе. Прежде чем пустить овощи на рыдок, их надо бы исследовать. Но кому это нужно? У нас совершенно добровольная процедура. Есть у нас постановления и контролирующих органов, и включая Роспотребнадзор. Но зачастую эти постановления просто не выполняются. 0,9% – это максимально допустимое содержание ГМО в продукте. Но кто же напишет, сколько там на самом деле? Таких маркировок нет. Вы не найдете. Ученая Ирина Ермакова называет ГМО биологическим оружием. Ее оппоненты призывают не сгущать краски. В лаборатории знаменитого НИИ питания РАМН крыс тоже кормили. Правда, кукурузой, а не соей, и автоклавированный, а не сырой. Это значит, кукурузу сначала стерилизовали горячим паром. В результате никто не умер. Значит, проблемы нет. Не выявлено различие между контрольными и опытными группами во всех трех поколениях этих крестьян. Сам Сергей Хатимченко овощи с содержанием ГМО ест и не боится. Ну и почему? То, что разрешено у нас. Я уверен в этом. Про исследование генно-модифицированного картофеля в НИИ питание нам почему-то не рассказали. Зато об испытаниях на крысах знают сотрудники Гринписа. Во-первых, была чуть выше смертность, у них ухудшился химический состав крови. И были достаточно большие проблемы с печенью, с почками и какими-то другими органами. В заключении все равно было дано следующее. Этот сорт считается безопасным и может использоваться на рынке России. Мы сейчас являемся теми же самыми подопытными крысами, которые исследуются в разных лабораториях по изучению биологической безопасности ГМО. В Москве, в сельскохозяйственном институте имени Тимирязева, биологи выращивают геномодифицированные растения для науки. Вот, например, трансгенные растения. Посмотришь, на вид они ничем не отличаются от обычных. На цвет, вкус и запах тоже. Неужели, чтобы быть уверенным в овоще, его надо выращивать самому? Я сажаю свой картофель, потому что уверена, что он не является генетически модифицированным. Впрочем, в случае с картофелем ГМО это или не ГМО определить легко и невооруженным взглядом. Видите, она такая чистенькая, без, к сожалению, без различных голосков, что очень странно. И я думаю, что она генетически модифицированная. Очень важный факт, чтобы картошку тоже могли поедать разные насекомые червяки. Это говорит о том, что эта картошка действительно съедобна. Есть продукты, в которых ГМО не бывает по определению. Конечно, это и не фрукты, не овощ, но находчивые производители и из этого сделали маркетинговый ход. Маркировку можно встретить, например, довольно часто на чем-то, что не содержит ГМО. Ну, например, на таком абсолютно безопасном в этом смысле продукте, как водка или коньяк. В России больше 200 сортов картошки, а вот недавно стало появляться еще и генномодифицированное. Опасна ли такая продукция? А в студии один из лучших экспертов, Ирина Владимировна Ермакова. Ирина Владимировна, чем же так опасны генномодифицированные овощи и фрукты? Когда вот я стала изучать влияние на животных, то я к этому времени была уверена, что все нормально. Поскольку мы это едим, значит, все проверили. То есть вы животных кормили какими-то генномодифицированными? Я накармливала. Как чем? Я вот добавляла к корму, к обычному виварному корму, я добавляла немного генетическим тернусоем. Не кипяченые белки не разложились. Да, сырые. Ни в одной из ваших работ я не видел, чтобы вы термически обрабатывали продукты. Совершенно верно. А все, к счастью, то, что привносятся человеком все эти белки, это белки. И при кипячении они разлагаются. Поэтому у меня претензии не к вашей точке зрения, а к тому, как вы ставите эксперимент. Ну, это тоже неправильно. Вы протокол подгоняете под результат. Секунду, не спешите. Это тоже неправильно. Почему? Потому что, во-первых, сырую сою добавляют в сметану, сырую сою добавляют в мороженое. И существует соевое молоко. Там никто не обрабатывает термический сою. Подождите, а что стало с мышами, которым вы добавляли в эту сырую сою? В потомстве получились именно только в одной группе, где была генетически медицированная соя, жуткие результаты. То есть была очень высокая смертность, более 50% крысят в всей этой группе. Я повторяла неоднократно этот эксперимент. Из выживших около 40% были недоразвитыми, и никто не дал нам следующего поколения. Они были бесплодны. Скажите, пожалуйста, сколько все-таки ученых, сколько лабораторий пришли к тем же самым результатам? Где можно найти эти публикации? Павел Альбертович, я ярый защитник геново-сереновной продукции. Я могу сказать, что это селекционное. Леш, само ты гмо. Дело в том, что мы похожи и на маму, и на папу. А иногда в некоторых моментах и не на маму, и не на папу, а на дедушку или бабушку. Мы сами являемся генномодифицированными организмами, потому что у нас сперматозоид сливается с этой клеткой. И генная модификация – это просто ускорение селекции обыкновенной. То есть то, что делалось с годами. Мичурин там тычинку на пестик прививал, да? Сейчас можно сделать в пробирке, в миллионах экземпляров и отобрать. Но в Голландии этого не ест. Нет, у нас есть пример. Кабачок с генами осетра. Гениальная совершенно вещь. Это селекция была помощь? Нет, конечно. Конечно нет. Потому что селекции невозможно было это получить. Селекция есть гибкий белок, который работает как антифриз. И этот кабачок после первых морозов стоит, прошу прощения, как обелиск. Да мне все равно, каким он стоит. Но мы же все равно едим осетрину с кабачками, можем представить себе. От того, что мы едим говядину, в нас попадают гены быка. Но от этого рога у нас не растают. Потом прошу прощения. Нет, от этого не умирают. Но это приводит к бесплодию, это приводит к онкологии, к аллергии. И то, что у нас сейчас всплеск бесплодия и мужского в том числе, не только женского, я лично связываю это с генетическими террами. Официально же запрещено выращивать. Послушайте, европейское сообщество, я часто бываю в Голландии, у меня огромное количество голландских друзей фермов. Так вы можете догадаться. Но они страдают, они не могут выращивать ГМО, потому что Европейский Союз инквизиторский публикует на своем сайте Еврокомерсия. Публикует все адреса ферм, где выращиваются в опытном порядке ГМО. Знаете, для чего? Чтобы отравить на них зеленых. Зеленые знают, куда идти, понимаете? Павел Альбертович, посмотрите, мы закупили огромное количество картошки. Выглядит там какая-то приглядно, какая-то менее приглядно. Вот это, мне кажется, вообще свежесобранное хочется ее в мудире сварить. Если сварить картошку, вот вдруг мне попалось генномодифицированное, я ее сварил, белок размножился. То есть все, проблемы больше нет. Да или нет? Или есть? Это по поводу белка. Но мы говорим о том, что происходит, и таких работ сейчас очень много, о проникновении чужеродной ДНК. Вот это самое страшное. А вы ели барань? У вас не выросла шерсть? Вообще современная селекция, она направлена на супермаркет. На лёжкость продуктов на полке, потому что никто не знает, ждет сегодня покупатель или нет. Поэтому мы говорим, клубника пахнет, ну не сладкая. И не пахнет. И твердая, потому что генномодифицированная. Это все вранье. Клубника не сладкая, специально выведена, для того, чтобы на ней не поселялся грибок. Потому что старую Викторию клубнику вы от дачи до дома не довезете. Она превратится, как вы сказали, в жидкость. Итак, на этой клубнике мы ставим точку. Теперь пришло время подвести итоги, как правильно выбирать овощи и фрукты в магазине. Итак, берите ручку и записывайте. Овощи и фрукты есть можно и нужно, ведь там витамины. Просто надо знать несколько правил. Первое. Размер имеет значение. Чем меньше огурцы, тем больше концентрированы в них витамины. Второе. При термической обработке большая часть витаминов убивается, зато и нитратов, и ГМО в вареных овощах почти не будет. А еще количество нитратов можно сократить, если очищенную картошку перед приготовлением минут 15 подержать в холодной воде. Планширование, жарка, варка, срезали в верхнюю самую ростковую зону. Третье. Больше всего нитратов и пестицидов содержится в ростковой зоне и в кожуре. Поэтому перед тем, как съесть овощ, его лучше почистить. А у капусты вырезать кочерыжку, у морковки – сердцевину. Чем глубже, тем меньше содержание нитратов. Четвертое. Если фрукт обработан воском, его надо обязательно смыть простой проточной водой. Манго, бананы, ананасы – не покупаю вообще. Я считаю так. Если ты живешь там, где это растет, то это твой естественный продукт. Пятое. Чтобы отличить наш отечественный товар от привозного, придется приглядеться на огурцах. Обращайте внимание на цветочки. Наши огурцы, они всегда традиционно идут с цветочком. А у помидоров смотрите на ножки. Там, где есть зеленая плодоножка, даже можете не думать и не сомневаться. Это помидор производства Турции. Ну и наконец, как же все-таки отличить картошку? Картошка в земле. Картошка просто чистенькая. Если мы берем и попытаемся счистить кожуру на импортной картошке, у нас с вами это не получится. Если мы такое же действие произведем с отечественной картошкой, она у нас пальцем свободно очищается, чисто. Вот это вот основное отличие. Конечно, глупо ходить в супермаркет с теннисной ракеткой. Но что же делать? Конечно, хочется покупать отечественное. Но в нашем отечестве зимой клубника не растет. Поэтому что мы можем посоветовать? Не зарьтесь на ровное, яркое и броское. Чистая и помытая эта импортная картошка не всегда лучше нашей грязной, кривой, косой отечественной. Ведь, как выяснилось, в этой нашей родной химии меньше. Хотя бы потому, что на эту химию у наших предприятий просто нет денег.